всем добрый день рада приветствовать вас на своем канале в своем предыдущем видео я говорила о том что хочу укоренить свою фиолочку химеру дженнис дэлайт цветоносом и рассказать показать вам как я буду это делать и сегодня я решила для начала поделиться с вами той информацией которую я знаю о фиолочках химерах думаю что она будет интересной для многих и полезной все кто занимается выращиванием фиалок еще попутно все продают какие-то излишки детки пасынки листики ну в общем-то это такой необратимый круговорот так вот я часто выкладываю в соцсетях фотографии своих фиалочек делаю там разные альбомы и замечаю что многие кто хочет приобрести именно фиалочки листиками пишут в своих там списках покупок сорта такие как да и словандовая сказка дженнис дэлайт нд машенька о чем это говорит это говорит о том что человек который хочет приобрести желает приобрести эти сорта именно листиками он не обладает достаточной информации и не понимает что это фиалочки химеры фиалочки химеры не размножаются листиками и в принципе таких покупателей даже не представляет сложности обмануть ну что допустим стоит продать тот же листик дс лавандовая сказка за 50 рублей забыть об этом думать человек будет укоренять этот листик растить этих деток потом естественно ждать вот такого вот красивого необыкновенного цветения не дождется его никогда потому что детки выращенные из листика таких фиалок никогда не передают материнский материнский окрас и даже я думаю что многие не узнают причины почему ну то есть так забудут как неприятную историю там не получил не получили долгожданного результата и на этом закончится все хорошо если кто-то заинтересуется ну я думаю что не все это делают поэтому я думаю что то что я сейчас расскажу будет важной информацией для новичков в первую очередь ну а теперь начну как я уже сказала фиалочки химеры никогда не размножаются листиками почему не размножаются фиалочки химеры листиками да все очень просто потому что если допустим фиалочки обычных других сортов сортов и селекционеры выводят путем там опыление каких-либо двух сортов выращивают сеянцы из семян эти сеянцы проходят тщательный отбор коллекто селекционер отбирает именно тот вариант цветения которые ему необходим более понравился ну и потом уже опять же путем выращивания закрепления повторения цветения фиалочку так сказать дают название присваивают название ну и в общем то регистрирует ну как бы вот так все это более имеет упрощенный вариант то фиалочки химеры именно так не нельзя вырастить вывести сорт какой-либо определенный это невозможно фиалки химеры это даже никто наверное и не знает почему откуда они берутся это как результат какой-то мутации сбоя сбой ген генов и в принципе любая сортовая фиалочка может процвести в любое время химерным цветоносом особенно склонны химерить сорта сортовые фиалочки сортовые с фантазийными окрасами со сложными окрасами ну вот покажу даже на примере допустим вот у меня фиалочка а в сердце матери вот в свое время у фиалковода это селекционер кажется тарасов фамилия его если я не ошибаюсь вот так вот у него процвела это этот сорт фиалки химерными цветоносами вот такими фиалковод в трех поколениях закрепил это цветение то есть три поколения дед пасынков деток выращенных цветоноса повторили вот такой химерный окрас и только тогда это фиалочка дали ей имя название зарегистрировали и получается что история происхождения химеры а вы ленинградское мороженое идет от сорта а в сердце матери то есть а вы ленинградское мороженое это закрепленный зарегистрированный химерный спорт от а в сердце матери ну или вот допустим а фиалочка дженнис дэлайт это фиалочка зарегистрированный химерный спорт от сорта арктик фрост зарубежная селекция кажется сразу ну вот кто именно зарегистрировал саму химеру я не знаю не буду говорить и здесь еще не все так просто все это понятно три раза повторить чтобы повторилось цветение я так приблизительно считала на все на это уходит времени где-то не менее трех лет чтобы хорошо если вот фиалочка процвела химерными цветоносами все цветоносы химерные получились это упрощает в некотором случае тогда снимается верхушка вот как на этой фиалочки вот эту фиалочку я выращиванию путем снесения головы и пасынки на пенечке вот так выращиваются химеры это один из способов вырастить химеру этим пасынкам еще необходимо подрасти потом их с ним снять снимают укореняют доводят до цветения удостоверяются что цветение повторила химерные окрас выбирают из там количество этого этих пасынков самые лучшие экземпляры и повторно это все снова делают вот так проходит три этих поколения ну вот даже так приблизительно посчитать прежде чем снять фиалочки голову и вырастить пасынки фиалочка должна вырасти должна быть крупной фиалочкой она должна зацвести то есть это год идет потом год здесь боль более даже трех лет получается то есть все это занимает довольно таки длительный процесс поэтому эти фиалочки по цене намного превосходят цену обычных сортовых фиалок стоит то есть дороже если же фиалочка бывает такие случаи что всего лишь один цветонос дает химерный тогда это вообще выращивается снимается голова помечается та страна с которой страны был химерный цветонос пасынок снимают именно с этой стороны отмеченной потому что друг с другой стороны смысла не будет и вот тоже проходят эти три этапа чтобы повторилось все в трех поколениях и самый простой считается как бы вариант это укоренение цветоносов цветоносы дают практически стопроцентный результат повторяемости то есть вырастить пасынок где-то процентов 80 будет повторяемость материнского цветения а цветонос 99 но укоренить цветонос иногда очень сложно и все дело в прилистниках есть фиалочки химеры у которых большие прилистники допустим как на дженнис дилайт вот прилистники вот такие цветоносы в принципе неплохо укореняются ну а вот допустим как д с лавандовая сказка очень маленькие прилистники и укоренить цветоносом с такими маленькими прилистниками это довольно таки сложно у меня допустим не получилось ни разу возможно кто-то и укореняет с такими маленькими прилистниками но у меня вы не было такого случая вот даже покажу на вот это не химера но вот цветоносы с такими вот прилистниками это вообще идеальный вариант укоренения и повторения вот окраса ну тут тоже очень так интересно но это мои опять же размышления вот допустим фиалочка дженнис дилайт у нее хорошие прилистники для укоренения именно цветоносами это плюс но есть у нее минус это фиалочка у меня уже это вторая розеточка никогда я не видела на ней пасынка то есть вот сама произвольно она не пасынкуется только путем снятия головы с нее тогда до пасынки будут вырастут на пенечке а вот чтоб она сама выдала пасынок я такого не видела вот сорт н.д. машинка то же самое я никогда не видела на нем пасынка в самопроизвольных но на этих химерах хорошие прилистники то есть тут как природа прям сама говорит и возьмем вот ds лавандовая сказка прежде чем зацвести это химера очень сильно пасынкуется я вообще думала я никогда не дождусь цветения от этой фиалочки первое время я все пасынки укоренял радовалась укореняла их впоследствии я их просто уже выбрасывала то есть наверное месяца 4 она у меня только и пасынка волоса но у нее маленькие прилистники не такие уж большие прилистники и вот опять же как будто прям сама природа чем сложнее у кори и укоренить размножить с цветоноса значит эта фиалочка больше выдает пасынков чем больше вариантов укоренить фиалочку с цветоноса тем значит меньше она пасынкуется ну это мои наблюдения возможно на самом деле это и не так и вот а в ленинградское мороженое я снимала с этой фиалочки пасынки просто вот тоже она у меня до цветения выдала мне два пасынка я их вырастила укоренила они так хорошо располагались и розеточку даже особо мне не покривили ну в общем то вот так и еще хочу вам сказать что фиалочку химеру отличить от других сортовых фиалочек можно по наличию вот таких контрастных лучиков другой другого цвета более насыщенного вот здесь четкая контрастная полоса на каждом лепесточки вот здесь здесь вот тоже белая такая полоса вот кстати по поводу а вы ленинградского мороженого это довольно таки неустойчивая химера и я даже много читала что у многих она в раза два процветает химеркой а потом затемняется ну это уже другая история кому интересно можно все это дополнительно посмотреть в ю тубе на разных фиалочных форумах то есть отличие фиалки химер от других это именно вот это четкая контрастная полоса на каждом лепесточке закрепляют еще вот допустим такой пример вот сейчас у меня есть фиалочка а в сердце матери так вот если она мне выдаст вот такой химерный цветонос мне допустим нет смысла закреплять тратить свое время закреплять его потому что зарегистрировать фиалку химеру я уже никогда не смогу до меня ранее ее уже зарегистрировал фиалка вот допустим если у кого-то есть фиалочка arctic frost и вдруг этот arctic frost выдал вот такой химерный цветонос тоже нет смысла его закреплять потому что ранее уже такая химера была кем-то закреплена и зарегистрирована то есть еще есть вот такие вот моменты обязательно если у вас вдруг такое случилось а случится обязательно проверяется нет не было ли у кого-то ранее и никто ли ранее не зарегистрировал там какой-либо химеру от сорта фиалочки это вот тоже так важно ну и еще не всегда вот интересно я тоже наверное попробую укоренить листик с дженнис дэлайт чисто ради спортивного интереса говорят что можно таким образом получить фиалочку arctic frost ну естественно она не будет считаться сортовая она будет считаться как безымяшка но это просто ради такого спортивного так сказать интереса посмотреть как это все будет выглядеть в реале ну еще как-то я интересовалась фиалочками химерами и не просто химерами а как зарегистрировать сорт как регистрируют сорта после проверяемости допустим и мне попалась нам на одном из формам такая история есть такой селекционер морев у него очень много помимо сорта со признанных сортов зарегистрированных очень много сеянцев так сказать народных фиалочек и многие из его сеянцев ну раз про довольно таки распространенные фиалки вот как например сеянец морева стасия она у многих коллекционеров есть это фиалочка так вот это стасия у нее есть такая особенность выдавать химерные цветоносы и что самое интересное даже если от стасии закрепить в трех поколениях вот эти химерные фиалки новые то вы никогда не сможете зарегистрировать новый сорт и только потому что сама стасия не является сортовой фиалочкой стасия это просто сеянец все это что я вам рассказала регистрации как проверить закрепить касается только именно сортовых фиалок которые имеют название впереди этого названия есть буквы опознавать опознавать опознавательные буквы которые обозначают селекционера допустим ек екатерина великая это первые две буквы ек елена коршунова рс там хрустальный перезвон допустим есть фиалочка это светлана репкина ну то есть вот такие вот все это тоже очень много информации на эту тему и в принципе не сложно это все узнать вот такое вот видео на тему о фиалочках химерах я вам сегодня рассказала надеюсь было полезно интересно не забывайте ставить лайки подписывайтесь на мой канал и в следующем своем видео я вам расскажу и покажу как я буду укоренять цветонос с дженнис дэлайт всем всего доброго до свидания не Продолжение следует...